Всем привет, друзья! С вами канал Al Pacino и сегодня я вам покажу очередную обалденнейшую самоделочку, на которой я сейчас сижу. Это у нас будет диван из палет в стиле лофт и вот с такими вот прекрасными подушечками, с такими прекрасными матрацами и с таким классным оформлением. Кстати, всем, кому интересно шитье, мне вот эти вот наволочки на подушке пошила моя хорошая подруга из канала Шьем за час. Всем, кто интересна такая подобная тематика, переходите, ссылочка будет в описании и смотрите. А сейчас я вам покажу, как из палет, из обычных двух палет, сделать обалденнейший, просто обалденнейший лофт диван. Вы подобные диваны видели в студиях, в кафешках, в барах, ну вот и сегодня вы посмотрите, как его можно сделать очень просто и легко своими руками. Его можно положить в кухне у себя, допустим, в доме, в загородном доме, на даче, где хотите. А также у этого дивана есть полезная функция разложения в кровать. Ну для этого уже будет нужна третья палета и сейчас я вам покажу, как он трансформируется в кровать. И у нас получается вот такая обалденная кровать. Ну кровать, я думаю, вы на улице такую не поставите, а вот где-то в помещении, даже в гараже, как у меня в мастерской, это будет просто божественно. Захотели поспать, разложили, переночевали. Смотрим, как я все делал. Приятного просмотра. Итак, для начала у нас есть две палеты. Ширина нашего сиденья будет 70 сантиметров. То есть мы сейчас должны убрать вот эту вот часть и вот эту вот часть. То есть эти вот две ножки нам нужно убрать. Никто не говорил, что будет просто это все время разбирать. Но если у вас есть инструмент, то разобрать поддон будет намного проще. Итак, далее. Мы должны эти гвозди забить или спилить, если хотите болгарички. Вот это, вот эту ногу мы кладем на край и должны будем завинтить шурпами. Теперь нам нужно приподнять наш диван. С другого поддона мы должны вырвать два основания дна и прикупить сверху. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы наш поддон скрепили, наши ножки. И теперь нам нужно сделать спинку. Спинку мы будем делать из второго поддона, из которого мы выбивали ножки для первого. У нас спинка будет высокая. Вы можете спинку сделать по своему сфере, по своей высоте. Вот у нас будет спинка вот такой вот высоты. Но перед тем, как прикреплять спинку, нам нужно сначала прошлифовать наши доски и закруглить углы, чтобы они не разрезали подушки, не резали во ноги и так далее. Вот, шлифовать я лично буду вот такой вот насадкой на болгарку. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, наш диван уже почти готов. Осталось еще сделать подколодники. Подлокотники, подлокотники. Вот. Подлокотники я буду делать из 20 доски. Можно сделать из обрезков поддона, которые остались. Но я эти доски немного разбил и они пришли в негодность. Но у меня есть доска 20-ка. Но перед тем, как прикреплять подлокотники к дивану, я вам настоятельно советую обрезать уголки, чтобы они вам не резали руки и ноги и все, что они могут вам резать. Итак, мы значит отмеряем от нашей 20 доски 73 сантиметра. Для того, чтобы усилить конструкцию задней спинки, мы скрепляем наш подлокотник с конструкцией сидения и тем самым передаем к конструкции жесткости. В принципе, уже можно было бы сказать, что наш диван из палет готов. Но будем наводить на нем красоту. Сделать из него не просто диван какой-нибудь, а красивый диван какой-нибудь. Итак, я сейчас его покрою морилочкой, а сверху хорошим лаком. И это будет прямо шикарно, я надеюсь. Также можно ему придать эффект старины. При помощи горелки сделать легкий обжиг, протереть и потом нанести лак. Но я буду покрывать все это дело морилочкой. Поверх морилки я наношу лак. Разбавляю лак с растворителем в пропорции 3 к 1. Три порции растворителя на основе у аспирита и одну порцию лака. Лак для дерева. Можно брать лак для паркета. Лак наносить в 3-5 слоев минимум в таких пропорциях. Продолжение следует... После второго или третьего слоя лака дерево должно вздыбиться немного. Его нужно зачистить мелкой наждачкой для гладкости и нанести еще пару слоев разбавленного лака. Так я делаю уже не в первый раз и результатом очень доволен. Продолжение следует... 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 осенью пригодится. Хотел сказать, что делайте на следующее лето. Все очень легко и просто. Надеюсь, ролик вам понравился. Если, кстати, понравился, нажимайте лайки. Ну, можете нам еще на канал подписаться. Пишите, чтобы вы улучшили в данной самоделке. Может быть, следующий диван сделаю я с вашими пожеланиями. Также не забывайте подписываться на канал Шьем за час к моей очень хорошей подруге. Она, напоминаю, пошила нам вот эти вот классные приколдесные наволочки на подушке. Там, кстати, видео у нее есть на канале, как она шила именно эти наволочки. Можете перейти и посмотреть. А если вы мужик, то можете сказать своей даме. Типа, мол, там Люда тебя интересует. Ты любишь шить ее? Любишь шить? Она скажет, да, я люблю шить. Вы такие, оп-оп, вот каналчик. Классно там все шьем. Ладно, всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Дальше будет очень много интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok